Эхо войны во Вьетнаме чувствуется или страна уже полностью восстановилась от той трагедии? Ну, в Нячанге не чувствуется, там всё заново построено. В прошлый раз ездил в Сайгон, он же Хо Ши Мин, и под ним там возле Хо Ши Мина есть такой населённый пункт Ку Чи, где вьетнамцы рыли туннели, и в этих подземных туннелях там прятались десятками тысяч. Вот там следы от американских бомб, которые бросали там с бомбардировщиков Б-52, бомбы по 5 тонн до сих пор в наличии, никуда не делись и ещё лет сто никуда не денутся. Люди есть, т.е. там масса, они выглядят сначала как калеки, а когда присмотришься, то это какие-то врождённые дефекты, уродства, т.е. американцы постоянно поливали вьетнамские джунгли дефолиантами – фолио – это листва, дефолиант – это химическое средство для того, чтобы с деревьев опадала листва, и тогда видно, как по джунглям ходят вьетнамцы, и тогда в определённых местах летают т.н. ганшипы – это вертолёты и самолёты, которые расстреливали всё живое, оно не могло спрятаться за листвой. Вот это был т.н. жидкость под названием Agent Orange, агент оранжевый или апельсиновый, видимо, цвета такого было, в составе которого был диоксин. Если смотрел художественный фильм «Рэмбо», там вначале Джон Рэмбо, Сильвестер, приходит к маме своего друга, где тут этот Дэнсморф, не помню, как зовут, а мама говорит, умер из-за той дряни, что распыляли во Вьетнаме. Американцев много пострадало от этой жидкости с диоксином, а у вьетнамцев ещё больше, поэтому вот конкретно в Сайгоне Хо Ши Мине таких изуродованных людей сильно выше среднего.